Дорогие коллеги, я надеюсь, меня хорошо видно, слышно. Тогда можем начать нашу сегодняшнюю встречу. Тема выбранная сегодня встреча у меня – инфографика. Поговорим сегодня о том, как можно интересно и необычно представлять информацию. Такое несколько вступительных слов для тех, кто первый раз знаком с этим термином и услышал его впервые. Почему возникла необходимость создания таких материалов? В формате инфографики. Дело в том, что уже не секрет, что постоянно, каждый день мы создаем огромное количество цифрового контента. Уже и посчитали, что каждый день более полутора миллиардов единиц цифровых создается, более двух миллионов видеороликов загружаются. Это огромная информация, которая на нас обрушивается каждый день в большом количестве. И такая метафора мне встречалась, очень понравилась, что попытка осмыслить всю эту информацию сейчас напоминает попытку напиться из пожарного шланга. То есть такой огромный объем информации необходимо, в общем, как-то для себя структурировать, представлять, сокращать. И самое главное, представлять и для других, для школьников, для читателей, в каком-то приятном виде, понятном, структурированном. Поэтому создание инфографики довольно актуальная сейчас проблема. Многие используют ее в работе, многие пытаются свою создавать. Много интересных материалов по инфографике можно найти сейчас в сети. В общем, если в целом говорить, то инфографика – это представление информации в простом наглядном виде. На смену графикам и таблицам, которые сейчас, смотрите, уже немножко неинтересно, скучновато, появляются плакаты, появляются какие-то слайды, на которых образно в виде картинок, в виде каких-то дополнительных текстовых материалов небольших, представляется информация. Все это назвали словом инфографика. Но я могу много говорить о ее достоинствах. Вот инфографика про инфографику. Ссылку я вам отправила. Это 13 причин, почему сейчас инфографика популярна. И как раз эта информация и представлена в виде инфографики. Инфографик – это законченный какой-то блок информации, понятный, без дополнительных пояснений, без замечаний. Как правило, это какие-то тексты пояснения, изображения, схемы, картинки. Информация довольно схематичная и очень такая максимально точная, максимально конкретная. Тут стиль минимализма, конечно, в первую очередь. Приветствуется. Ну, вот я несколько просто картинок загрузила в ресурсы, как она может выглядеть. Инфографику прежде всего и чаще всего представляют какую-то учебную информацию. В школе или в ВУЗе, в каком-то другом учебном заведении. Ну, вот я взяла про белого медведя. Вот пример инфографики. Здесь много картинок, много ярких каких-то моментов. Здесь хорошо структурирована информация, разбита на блоки. И вот просмотрев вот такой вот плакат, уже будешь иметь представление по теме. В библиотеке тоже инфографики найдется место. Много различных плакатов инфографических посвящено как раз литературной тематике. Ну, вот, например, это биография Иосифа Бродского, представленная в виде инфографики тоже. Здесь, может быть, какие-то спорные моменты, что-то может быть, не все в ней может понравиться. Но так или иначе, это как вариант представления биографии писателя. То, что в учебнике занимает несколько пяток-десяток страниц, можно представить в виде одного большого плаката инфографического. Ну, еще примеры несколько тоже на литературную тему. Ну, вот, пожалуйста, инфографика, посвященная памятнику Шерлоку Холмесу и доктора Варцина. Тут же прикрепляется дополнительная какая-то информация, связанная с фильмом, с книгой. И вот, просмотрев это все, познакомившись, уже будешь иметь представление и о памятнике, и о книге, и о фильме в какой-то мере. Кратко, понятно и образно. Это, наверное, главное ее достоинство инфографики. Я еще несколько полистаю. Вот это мне очень нравится. Вплоть до того, что гуглевскую шинель для школьников не все понятно, как эта шинель выглядела, из чего она сделана, почему так герой дорожил этой вещью. Вот, пожалуйста, инфографика о шинели. Ну, мелочь, казалось бы, но с другой стороны, можно в школе представить, на слайде, на экране показать. Какая-то дополнительная информация и представления помогут понять лучше литературное произведение. Ну, в том числе это можно и на выставке в библиотеке ведь презентовать. Можно распечатать инфографику в виде плаката, развесить по выставке, дополнить какую-то выставку материалов книжных. Ну, и еще одну уже картинку добавлю. Ну, вот о литературных героях. Не обязательно о писателе, можно о литературных персонажах, о книгах. Это как раз пример такой библиотечной инфографики. Вот сравнили, про какого из героев больше всего написана книга. Выяснилось, что про Мегре. Таким образом, вот в книгах померили. Вместо графиков, вместо схем каких-то, здесь очень красиво в виде томов книг, сразу наглядно представляем, сколько книг написано о каком литературном персонаже. Здесь это можно продолжать бесконечно. Это вот навскидку несколько примеров инфографики я нашла. В интернете их очень много. Достаточно в поиск или в Яндекс.Картинках, или в Гугл.Картинках поместить инфографику. Такую тему, которую вы ищете, наверняка что-то найдется. В общем, по сути, самые большие плюсы, то, что это простая информация. Ее быстро воспринимаешь, она нескучная, и она очень наглядная. Это привлекает внимание, конечно же. Но я уже начала перечислять, из чего она может состоять. Картинки прежде всего. Здесь визуальная составляющая. Она здесь в основе всего. Небольшие текстовые пояснения. Если мы будем писать большие тексты, это превратится в конспект. Поэтому чем меньше, тем лучше. Можно добавлять схемы, диаграммы, графики в таком щадящем формате, как график в виде книг, построенных друг на друге. Можно какие-то ссылки добавлять, если у вас интерактивная инфографика. Ленту времени представить, биографию писателя можно в виде ленты времени. Ну и, наконец, интерактивная инфографика сейчас приветствует и видео, и карты, и опросы. То есть не просто уже картинка напечатанная, а целое полотно, я бы сказала, с различными медиа-объектами. Если вы пока только делаете первые шаги в создании инфографики, хотите посмотреть, как она выглядит, например, по литературной теме, есть очень хорошая книжка, называется «Мировая литература в инфографике». Я с большим интересом с ней познакомилась. Сейчас такая есть и по мировому кинематографу в инфографике, и еще целая серия инфографических таких книжек. Она и для читателей интересна, полезна, но и для библиотекарей в том числе, чтобы посмотреть, как можно представить литературу, как ни странно, ее тоже можно представить в виде инфографики. Здесь в основном, конечно, именно мировая, здесь Шекспир, Маркес, писатели зарубежные, хотя есть огромная инфографика по войне и миру. Как ни странно, ее тоже можно представить в виде вот такой схематической инфографики. И лучше начинаешь представлять героев, основные темы этой книги, события. В общем, есть на что посмотреть. Но это так, вкратце, дополнительная информация. Как ее создавать? С чего начать? Ну, прежде всего, надо, конечно, тему придумать, цель, идею инфографики, для кого она должна быть. Если для детей, то там больше картинок, конечно, для взрослых. Там и тексты тоже какую-то роль играют. В общем, сначала нужно определиться с этим, но затем заняться сбором материалов. За каждой инфографикой стоит огромная работа по сбору материалов и по его обработке. То есть придется пересмотреть ни одну книгу, ни одну статью, выбрать какую-то очень ценную, очень интересную информацию, обработать ее, как-то найти нужные слова для того, чтобы ее передать. Ну и затем уже заняться дизайном, чтобы все это красиво оформить. К инфографике много разных требований. Я бы отметила вот эти. Какая инфографика нравится читателям? Ну и, естественно, достоверная информация, действительно взятая, из достоверных источников, понятная. То есть в инфографике все должно быть понятно. Если какие-то схемки, иконки, какие-то символы, то они должны быть понятны. Лаконичность, она не должна быть очень большая. Структурированность. Хорошо в едином стиле. Это и касается шрифта, картинок из одного набора картинок. Оформление цветовое. Все это тоже играет большую роль. Ну и самое главное, я бы сказала, здесь требование читабельности. К сожалению, желание много информации вместить привык к тому, что мелкий шрифт затрудняет понимание. И тогда либо инфографику надо делать большого формата, либо как-то уменьшать количество текста. А так, по сути, будут основные требования, которые предъявляются к такому виду продуктов. Опять продолжаю тему, с чего начать. Можно сделать инфографику прямо на слайдах PowerPoint. Даже никаких программ не устанавливая, сервисы не осваивая. Если нужно быстро, что называется, дешевое сердито, то можно сделать и нарисовать самостоятельно прямо на слайдах PowerPoint. Это так. Я просто для образца попробовала, как это может быть. Есть формы, есть заливки этих форм, есть какой-то набор картинок. Их можно в интернете скачать, иконки разнообразные. Все это можно красиво блоками оформить, поделить. Графики нарисовать в виде таких столбичков, символы добавить. В общем, можно получиться вот такая вот вещь. Еще одну сейчас уже отправлю ее как ссылку. Она вертикальная, ее удобнее смотреть по ссылке. Это я уже взяла за образец. Это не моя идея была. Это я про речного бобра сделала, тоже примерчик инфографики. Вертикальный формат, тот же самый слайд PowerPoint я перевернула по вертикали. Подсмотрела идею в интернете. Это не моя идея была про красную книгу и про животных. Но я увидела это и попробовала примерно в том же духе сделать про Кольский край, Бурманскую область. Ну, вот небольшой примерчик такой инфографики. Картинки взяты из интернета, а все остальное сделано самостоятельно, своими руками. Дальше. Дальше существуют, конечно, сервисы. Их не очень много, сразу скажу. И вообще инфографика, она такая довольно дорогостоящая, как я понимаю, процедура. Поэтому сервисы, не сказать, что все бесплатные. Там есть бесплатные тарифы. Не очень разбежишься в этих тарифах по количеству создаваемых работ. Но все равно они существуют, они неплохие инструменты, их можно использовать. Расскажу про самые-самые-самые. Начать, пожалуй, стоит вот с этого сервиса. Канва наверняка вам знакомый сервис. Они сейчас очень сильно начали развивать свой инструмент. До этого в основном они специализировались на создании разного визуального контента. Картинки, плакаты, приглашения, электронные открытки и так далее. Сейчас они занялись анимацией, видео, можно презентацией создавать внутри этого сервиса. Более того, сервис русифицирован, в нем стало удобнее работать. Раньше он плохо поддерживал кириллицу, сейчас отлично поддерживает кириллицу. Очень многие шрифты хорошо здесь работают, даже художественные, которые с надсечками, с наклонами, больше похожие на рукописные. В общем, сейчас один из ведущих сервисов в создании как раз визуального контента. Здесь есть шаблоны, более 60 бесплатных, платных еще больше. Но даже бесплатных хватает для того, чтобы создать интересные работы. Я вот на вскидку три варианта вам отправила в чат, чтобы вы посмотрели поближе. Это как раз работы, связанные с литературой, с библиотечным делом. Инфографика на такую тему. Это плакаты, на которых размещается какая-то небольшая информация, схематическая, с картинками, с изображениями. В инфографике в шаблоне вы можете заменять любые тексты, менять картинки, добавлять фигуры, загружать свои фотографии, менять фон, добавлять текст и многое-многое другое. Кнопочки я в красную рамку вынесла, их тут не очень много. Элементы – это те самые блоки информации, тексты, фон. И кнопочка upload загружает файлы. Это у меня скриншот еще не русифицированной версии. На русском языке еще проще будет работать. Вы загружаете все картинки, которые хотите, размещаете в шаблоне, сохраняете. А дальше можно скачать к себе на компьютер, сохранить. А можно получить ссылку и размещать в сети, делиться в социальных сетях, рассылать и многое-многое другое. Количество создаваемых работ здесь не ограничено. Можно создавать даже многостраничную инфографику. У меня с одной страничкой есть кнопочка «Добавить новые слайды». И последнюю ссылку я вам в два раза послала. Извините, промахнулась. Не ту хотела послать. Ну ладно, тогда Куприна только, к сожалению. Что еще можно сказать? Самое главное, что все это скачивается и сохраняется на компьютере. Здесь, пожалуй, самое главное – это. Еще один инструмент для создания визуального контента. Не сказать, что он прям большой конкурент предыдущему, но это тоже очень хороший, стабильный инструмент. Мне он нравится. Начала использовать его в работе с прошлого года. Написала обучающий материал. Называется он «Адобспарк». Это тоже инструмент для создания визуальных материалов. Здесь афиши, плакаты, картинки для соцсетей. Инстаграм, твиттер, ютуб, фейсбук, контакт. В общем, для всех на свете социальных сетей можно делать специальные картинки. Плюс флайеры, различные плакаты и так далее. Видео здесь можно сделать на основе картинок, как слайд-шоу. И в том числе есть инфографика. Шаблонов здесь тоже довольно много. Я даже все не досмотрела до конца. Они здесь, к сожалению, не очень систематизированы. Они постоянно подгружаются. Я посмотрела просто список 2000 шаблонов. Но они, к сожалению, перепутаны все, платные и бесплатные. Там просто надо листать и смотреть. Я взяла просто шаблон для образца вот такой вот. Это расписание занятий вообще-то было для студентов. Я его переделала немножко. Просто для образца. Один из шаблонов он по графике. Они здесь не такие изысканные, как в канве. Но зато тоже все очень хорошо работает. Скачивается как картинку. И вы можете ее и скачать на компьютер, и поделиться ссылкой с читателями. Можно встроить на страницу сайта и блога. Есть мобильное приложение для Adobe Spark. Они как раз ориентируются прежде всего на мобильные устройства. У них есть мобильное приложение. Можно это все делать и на мобильных устройствах в том числе. Точно так же в шаблонах заменяются все элементы любыми своими картинками. Здесь есть хорошая библиотека иконок. Их можно перекрашивать в любые цвета. Размещать. Они бесплатные. Шаблоны есть платные, а вот все внутри. Иконки, блоки – это все бесплатно. Это можно подгружать в любом количестве и менять. Опять-таки количество работ не ограничено. Можно сохранить в формате PDF и в двух форматах, как картинку. Внутри все тоже очень симпатично смотрится. Здесь оформляется каждая мелочь. Размер шрифта, его наклоны и многое-многое другое. В общем, тоже похож на канву в чем-то. Но теперь уже конкретно к инфографике. Те сервисы, которые только инфографикой занимаются. Иссели. Из инфографических, наверное, самый простой. Сейчас опять несколько ссылок вам отправлю в чат. К сожалению, они сейчас стали монетизироваться. И если вы начнете работать в сервисе, вам первым делом предложат приобрести здесь платный тариф. Он называется Isile Pro. Надо просто проигнорировать это и согласиться на бесплатную версию. Бесплатно здесь немного шаблонов, около 15. Но зато есть список уже готовых работ. Можно их как посмотреть. А если сохранить себе личный кабинет, понравившуюся работу, вы сможете ее редактировать. Поэтому здесь ограничения такие условные. В красную рамку я вынесла те элементы, которые здесь можно добавить в инфографику. Здесь инфографика не просто как картинка, здесь она становится более интерактивной. Наряду с обычными элементами, objects – это объекты, background, font, разные линии, тексты, charts – это графики, диаграммы. Оплот – свои картинки можно загружать. Пиктограммы – это маленькие иконки, которые добавляются сюда. Есть еще две вкладки для интерактива. Одна называется Media, и вы можете с ее помощью добавить видео прямо внутрь инфографики. И вторая кнопка называется Animation. Это так называемые гифы, картинки гифы, которые переливаются, мелькают, двигаются. Вот эти подвижные картинки сюда можно вставить. Получается, в итоге, такая инфографика, она более интерактивная. Ее можно встроить на страницу сайта и блога. К счастью, по количеству здесь пока ограничений нет. Тут единственное, что шаблонные сами ограничения. Хотя внутри шаблона вы можете делать на свой вкус все, что захотите. Можно его перекрасить в любой цвет, а можно начать прямо с чистого листа и добавлять свои собственные объекты и выстраивать свою собственную инфографику. Еще один инструмент, тоже несложный, называется он PictoChart. Здесь ограничения по шаблонам еще больше. Здесь 8 только бесплатных шаблонов, но зато у каждого можно менять и размеры, и фон, и добавлять новые блоки, изображения из библиотеки, и свои подгружать. Функционал практически такой же. Сейчас вам ссылочку отправлю на инфографику. Это инфографика по сказке Теремок. Как ни странно, по сказке тоже можно нарисовать инфографику. Сервис на английском языке. Кнопки примерно все те же самые остались. Кнопка Upload также загружает свои собственные картинки. График – это кнопка для добавления различных изображений, картинок, иконок. Кнопка «Тексты», соответственно, текстовые фрагменты. И так называемый «Color Scheme» – это цветовое оформление, дизайн. Кириллица поддерживается, все поддерживается. Есть анимированные иконки. Это новинка в этом сервисе. Она не такая интерактивная, как Исселе, но тоже интересная. Пикто-чарт. Кроме того, она может создавать еще и презентации, этот сервис. Что касается по исходному продукту, точно так же можно скачать себе на компьютер. Если это интерактивная презентация, то вы скачаете без интерактивных элементов. Проекты бесплатно сохраняются. Можно делиться ими, либо встроить на страницу сайта и блога, либо в социальных сетях поделиться. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать об этом сервисе, тоже несложный для освоения. Вот это вот новенькое, то, что я для себя нашла нового, называется «Снапа». Сервис для создания тоже визуального контента, плакаты, флайеры, в том числе инфографика есть. Они ориентированы вообще на социальные сети и производят контент для социальных сетей. Там много шаблонов для Инстаграма, Твиттера. А если вы ведете группы в социальных сетях, то, может быть, это пригодится вам. Хороший инструмент мне понравился. Понравился, что он бесплатно представляет довольно много шаблонов, около 48. То, что у него очень красивые иконки, мне понравилось, и бесплатно. И самое главное, можно в инфографику вставлять. Очень хорошо относятся к кириллице. Хорошая поддержка текстов. Но, опять-таки, можно все то же самое делать, что и в предыдущих сервисах. Грузить свои картинки, менять фон и оформлять. Здесь, правда, инфографика не интерактивная. Здесь она просто обычная, текстовая с картинками. Можно скачать на компьютер, можно делиться в социальных сетях и на сайте в Бзлуге. Что еще можно сделать? Здесь сами создатели сервиса говорят, что у них на сайте более 100 тысяч картинок в библиотеке, и фильтры для изображения. С их помощью создано 15 миллионов изображений во всем мире. Не знаю, правда или нет, но так или иначе, мне понравилось. Здесь все отлично, кроме бесплатного тарифного плана. Он дает возможность скачать только 3 инфографики в месяц. То есть создать вы в личном кабинете можете больше, а вот скачивать можно только по 3 штучки в месяц. Но, мне кажется, не такое большое ограничение. 3 в месяц – вполне нормальное количество для создателя, начинающего инфографики. Поэтому можно потихоньку собирать свою коллекцию здесь в сервисе. Он очень хорошо все это позволяет делать. Мне понравилось, рекомендую. Ну, а если поговорить уже об анимированной инфографике, такой серьезно анимированной, то что можно сказать? Сервис инфограмм. Самый, пожалуй, известный по поводу анимации. Сейчас ссылки опять отправлю. Здесь анимированы диаграммки, выплывающие, всплывающие подписи к ним. Что там еще анимировано? Человечки тоже инфографические, тоже анимированные. Такая плавающая анимация. Сервис будет немножко посложнее, чем предыдущий. Первый – он на английском языке, немножко сложность. Ну, а инструменты все те же. Тексты, картинки, можно добавлять карты. Сюда можно добавлять с YouTube видео и встраиваемые объекты по коду. То есть, внутрь инфографики можно, например, добавить презентацию, слайд-шоу, может быть, ссылку, гиперссылку на какую-нибудь статью. Ну, я уже повторюсь, видео с YouTube, например, или с Vimeo. Свои фотографии можно добавлять. Правда, тут есть лимит. В одну инфографику не больше 10 своих картинок можно добавить. Здесь есть опция «Добавить новую страничку». Я ее в красную рамочку вынесла с правой стороны. Можно сделать эту инфографику многостраничной, и тогда она больше будет напоминать презентацию. Что можно сделать с готовой картинкой? Можно ее встроить на страницу сайта и блога. Скачивать – это уже платная опция. Ну, а встроить можно и поделиться можно с ссылкой. По бесплатному тарифу полагается 5 бесплатных шаблонов. Правда, количество здесь не ограничено работ, можно создавать их сколько угодно. А шаблоны уже видоизменять на свой вкус. Хороший сервис, интересный, давно уже работает, стабильный. Еще один неплохой инструмент – Vengege. Он переведен на русский язык, сейчас работает на русском. Это здорово, потому что это удобно. И надо специально Google переводчика трогать. Ну, вот опять пару ссылок вам про Пушкина и про рецепты хорошего настроения. Чем хороший этот сервис? У него много шаблонов, более 100. Правда, ограничение здесь такое. Можно доставить только 5 инфографик бесплатно. Это грустно, потому что шаблонов много хочется, много попробовать, а инфографик только 5, к сожалению. Можно, конечно, несколько аккаунтов создавать и пробовать себя в разных аккаунтах. Чем хорош сервис? Тем, что он добавляет, кроме обычных элементов, тексты, иконки, диаграммы, фотографии. Здесь есть еще интерактивные элементы. Можно карту, например, подгрузить сюда, гиперссылку добавить. Рамки раздела – это красивое оформление фотографии. Тут можно придумать какое-нибудь. Есть кнопочка с интерактивом. Я уже начала про нее говорить. Видео с YouTube добавляет. Можно даже опрос добавить внутрь. То есть какую-нибудь небольшую викторину с выбором ответа. И табличку можно вставить. Ну, в общем, практически все можно в эту инфографику добавить. Есть кнопка публикации, есть кнопка поделиться. Поделиться – это для социальных сетей, а публикация – это если вы в блоге и на сайте хотите, либо скачать. Можно скачать. Правда, качество будет не очень хорошее. Лучше публиковать кодом. Тогда, если у вас мелкий шрифт, то его будет хорошо видно. Вы можете на всю страницу блога это изображение растянуть. А вот если скачивать, то, к сожалению, бесплатно в среднем качестве будет. Мелкий текст может плохо читаться. А так очень симпатичный инструмент. Опять-таки, если не получается, можно и скриншотом попробовать сохранить с экрана прямо. Если скачиваться не в очень хорошем качестве будет, то можно вот скриншот взять. Не очень хорошо относятся к кириллице, в том смысле, что шрифтов здесь не очень много русскоязычных. А все остальное очень хорошо. Я про рецепты хорошего настроения просто взяла готовый шаблон и свое содержание в него добавила. Получилась вот такая вот инфографика. Просто, понятно, русский язык – это всегда плюс. Висми. Сервис мне понравился тем, что он такой, какой-то очень универсальный. Вообще, сервис Висми, он и презентации делает, инфографику. Такой многостаночник получается. Здесь бесплатно 16 шаблонов есть для создания инфографики. Можно создавать с чистого листа, можно создавать на основе шаблонов. Опять-таки, ограничения есть. Пять только инфографик, к сожалению. Мне понравилось тем, что здесь хорошая библиотека изображения. Она очень красивая. Здесь все прорисовано. Хорошо, дизайнеры подошли к делу. В разделе «Графикс» она еще отсортирована по названиям. Линии отдельно, отдельно животные, отдельно баннеры, отдельно строения. И там еще бесконечное количество различных категорий. По большей части все картинки бесплатные. Кроме этого, можно сюда медиа вставить. То же самое видео с YouTube. И любой встраиваемый объект сюда тоже добавляется. Презентация, слэшу и так далее. Здесь еще есть такая опция, ни в одной инфографике нет. Фоновая музыка. Вы можете озвучить инфографику как фон. Может быть, это будет, конечно, отвлекать от просмотра. Но с другой стороны, тоже необычная фишечка. Правда, свой трек загрузить не получится. Только из того, что есть в библиотеке бесплатно можно это сделать. Пять треков здесь есть бесплатных. Можно добавить как фон, например, для разнообразия. Эта инфографика может создаваться и многостраничной тоже, как презентация, листаться. И еще здесь опция есть такая анимация. Если вы ссылку нажали, то там цифра 10 выезжает. Это я просто поэкспериментировала. Анимацию можно добавить ко всем объектам на экране. Они могут выезжать, выплывать, пропадать и так далее. Тексты анимировать можно, ну и картинки в том числе. Опять-таки, есть код и ссылка. Можно делиться. Можно кнопкой Download попробовать скачать. Правда, скачиваться будет опять-таки без интерактивных элементов. Только картинки и тексты. Давайте идем дальше. Этот сервис тоже очень хорошо известен. Дженни, сейчас о нем очень много говорят. Целые мастерские проводят по этому сервису мастер-класса. Такой очень востребованный инструмент. Тоже создает визуальный контент, игры, викторины, в том числе инфографику тоже. Презентацию можно скачать из папки ресурсы. Сейчас пока в виртуальной комнате вы находитесь. Кнопочка с папкой с правой стороны вверху. Чем хорош сервис? Практически всем. Все то же самое, что и в предыдущих, еще лучше и больше. Здесь 30 шаблонов бесплатных. Здесь нет ограничений по количеству создаваемых полотен. Скажем так, так действительно полотна получаются. Потому что добавлять в них можно практически все. Тексты, картинки, фотографии, любые изображения. Ссылки, гиперссылки, видео, встраиваемые объекты по коду, диаграммы, таблицы, формы, большая библиотека изображений, иконок разнообразных. Почти все бесплатные. Плюс к этому анимация. Картинки могут выезжать, выплывать, появляться, перемещаться. Она настраивается специальным образом. Любое изображение и текст. Плюс к этому на инфографику можно нанести так называемые интерактивные точки. Вот ссылку, которую я вам отправила. Например, вот «Северная олень» – это точка интерактивная. На нее можно нажать, и откроется статья, посвященная «Северному оленю». Так вы можете свою информацию дополнить еще какими-то ссылками на веб-ресурсы, на другие статьи, на дополнительные источники информации. Например, статью из Википедии, просто какую-то статью из своего блога интересную таким образом разместить. Ну а дальше инфографику можно разместить на сайте и в блоге. Читатели будут нажимать на кнопочки, путешествовать по этой инфографике, не только ее рассматривать и прочитывать, но еще понажимать на кнопки, походить по разным сайтам, ресурсам, познакомиться с информацией. Получается такая очень подробная, объемная интерактивная картинка. Вот пример с интерактивными точками, пока этим приемом владеет только сервис «Дженели». Именно вот инфографика здесь становится похожей на интерактивный плакат. Да, на сайт он вставляется через встраиваемый код, вы копируете код, а дальше вставляете на страничку своего сайта или в блога. Скачивать можно, но без интерактива. То есть вы можете картинку просто скачать красивую, распечатать и повесить на выставку, а весь интерактив он будет в виде кода у вас. Хороший инструмент, очень нравится мне и в работе очень удобный. Единственный недостаток, опять-таки, английский язык, но о нем столько разных обучалок и материалов, и Google-переводчик тоже с ним хорошо справляется. Это что касается сервисов для инфографики. Согласитесь, что их не очень много на самом деле. Это бесплатные, относительно бесплатные. Остальное все за деньги. Я уже про это говорить просто не стала. Если у нас на повестке дня стоит проблема визуализации информации, но времени мало и хочется как-то сделать дешево и сердито, и быстро, то можно визуализироваться с помощью ментальных карт. Так называемые интеллект-карты, еще карты разума, их по-разному называют. Кто-то спорит и говорит, что это никакая не инфографика. Это просто схема, какие-то блоки, связанные с стрелочкой между собой. Кто-то говорит, что это разновидность инфографики. Я тут ничего утверждать не буду. Наверное, правы и те, и те. Но в любом случае ментальные карты – это хороший вариант для структурирования информации, если ее очень много. В виде ментальных карт делают виртуальные выставки. Просто с детьми в школе проводят проектную деятельность, собирают информацию, создают какие-то исследовательские работы. В общем, им находится применение, особенно в условиях дистанционного обучения. Это стало очень хорошей вещью, потому что эти сервисы предполагают совместную работу. То есть вы можете организовать исследовательскую проектную совместную деятельность по созданию ментальных карт совместно с другими участниками. Сервисы по инфографике совместную работу дает только Дженниали. Все остальные – это чисто для индивидуальной работы. Для ментальных карт как раз совместно. Да, можно портфолио оформить в виде ментальной карты. В общем, все что угодно. Вот у меня виртуальная выставка сейчас на экране от скриншотина. Это у меня рассказ о Бажове, о его книге «Зеленая кобылка». Вот представлена вот так информация о книге в виде ментальной карты. Ну, какие тут я могу посоветовать сервисы, которые мне нравятся, на свой вкус выбирала. Первый, конечно, Майдмейстер. На русском языке сервис, русифицированный. Да, кстати, можно квест сделать, тоже хорошая идея. Вот, пожалуйста, ссылочка. Здесь даже и русский язык особенно не нужен, потому что здесь всего две кнопки. Все очень просто. Блоки создаются плюсиком. Между ними стрелочки, связи с кнопкой со стрелками, как раз рядышком в красной рамке. С правой стороны разные красивости для оформления. То есть шрифт поменять, цвет поменять, иконку красивую добавить, загрузить свои изображения какие-то, добавить небольшой текст. Тоже можно больше и меньше сделать текст. Все так минимально, но очень просто, понятно, доступно. Буквально эту ментальную карту можно сделать за несколько, не сказать, что минут, но минут за 20-30. Это вполне возможно сделать симпатичную ментальную карту. Бесплатно, к сожалению, только три таких карты можно сделать. Зато есть доступ по ссылке всем желающим поучаствовать в работе. Получаете ссылку, рассылаете ее участникам, они подключаются к сервису, регистрируются и тоже начинают работать как соавторы. Так можно совместно какую-то хорошую вещь сделать. Если мейтмейстер уже закончил свою работу, три созданы и все, дальше не дают, то можно переключиться на другой инструмент, он его практически брат-близнец. Называется Миндома. А соавторов может быть бесконечное количество, там нет ограничений по соавторам. Абсолютно все то же самое, те же стрелочки, тот же плюсик, только теперь не справа, а слева. А все очень похоже. Правда, вид у ментальной карты немножко иначе выглядит. Вот так. Тут уже на вкус и цвет разный немножко дизайн. А смысл все тот же. Такую ментальную карту и там, и там можно добавлять, кроме обычных текстов и картинок, можно гиперссылки вставлять и видео с Ютуба по ссылке опять-таки можно добавить. И ментальная карта получится более интерактивной. Для совместной работы Миндома даже сделал еще больше. У них тут есть чат для того, чтобы общаться между собой. Можно комментировать друг друга. Например, дети работают, а учитель со стороны смотрит, дает им комментарии, какие-то подсказки по ходу их работы. Тоже на русском языке сервисы, тоже довольно простой для освоения. Абсолютно те же ограничения, три ментальной карты с одного аккаунта. А вот этот инструмент я узнала о нем этим летом. Насколько я поняла, раньше он назывался как-то иначе. Сейчас у него такое сложно выговариваемое название. Я даже не рискну его произнести правильно. Здесь, по-моему, просто набор букв. Айоа, что-то вроде этого, наверное. Сервис для создания ментальных карт. Сейчас я вам ссылочки опять отправлю в чат. Посмотрите, это довольно интересный инструмент, мне понравился. Я его летом использовала, тренировалась в нем. Здесь побольше бесплатности. Здесь 5 интеллект-карт есть и трех видов они создаются. Обычная стандартная, называется она Speedmap, быстрая карта. Другая называется Organic Map, органическая. И есть еще радиальная карта. Просит регистрацию. Да нет, вроде не должен был просить. Но в любом случае ссылка есть на саму обучалку. Там внутри обучалки они все встроены. Должны открываться на самом деле, я проверяла. Ну тогда по картинкам, да, жалко, не получилось. Сейчас скриншот открою тогда. Покажу, как они на самом деле выглядят. Ну, здесь три вида карт. Первая – обычная карта с блоками и стрелочками между ними. Быстрая она так и называется, потому что быстро. Вторая – органическая карта. Здесь все те же стрелочки и блоки, только ветви у этой карты, они более-таки ветвистые. Больше напоминают рисованную карту. Там ветви вы сами прорисовываете, сами их изгибаете, она больше такая рукописная. Там другой дизайн немножко. Ну и третья карта радиальная, вот такая. Скриншот я сделала. Можно по скриншоту сориентироваться. Она не на ментальную карту похожа, а на какую-то диаграмму. Здесь все те же блоки, но они сделаны в виде вот такого круга. Причем оно вращается, оно анимированное. Здесь если наводишь курсор на каждый значок, он будет увеличиваться, можно прочитать. А внутри, сбоку, можно видеть такие кнопочки маленькие внизу. Вот рассказ, например, там вверху кнопочка. Нажимаешь, открывается дополнительная заметка и получаешь подробную информацию по поводу вот этой вот карты, по поводу этого сегмента, диаграмма. Она вращается, ее можно вращать, крутить, нажимать, такой интерактив получается. Создается она на основе текстов, изображений и гиперссылки сюда можно добавить. Плюс к каждому блоку можно добавить еще текстовую заметку. И тогда они будут такие выплывающие, выезжающие. С правой стороны появится текстовая заметка и более подробно, например, расскажут про рассказ, про повесть, про роман и тому подобные вещи. Что можно с ними сделать? Их можно смастерить, конечно, получить на них ссылку. Здесь есть опция совместной работы. Можно пригласить участников и совместно с ними поработать над этими картами. Самое интересное, что можно стили здесь переключать. Не нравится вам радиальная карта? Перещелкиваем на другую, и она тут же превращается в органическую карту. Здесь не надо с нуля все начинать. Здесь можно внутри шаблонов из одного в другой переключаться. Интересный вариант. Жалко, не открылись ссылки. Ну, не получилось, к сожалению. Они есть у меня в обучалке. Здесь внутри презентации есть ссылка на обучалки. Можно там полистать, посмотреть. Там они, по идее, должны работать. Единственный минус – нельзя встроить кодом на страницу сайта и блога. Я встраивала в блог просто как скриншот, а к скриншотам уже крепила ссылки. Вот, к сожалению, единственный недостаток. А так интересно, что-то новенькое, свеженькое, не похожее на все остальные сервисы. Поэтому меня он и зацепил. Про сервисы для ментальных карт, их очень много, их около десятка. Тут можно целый вебинар на эту тему развивать. Но вот три, которые бы я посоветовала, у них больше всех возможностей, пожалуй. Потому что они интерактивные, тут можно и картинки, и видео добавлять. А Айова, она просто красивая. Вот исключительно из дизайнерских соображений. Давайте еще посмотрим варианты визуализации. Если дальше пойти, можно создавать блок схемы и графики. Это может быть не так красивенько, как с картинками, но все равно это интересно смотрится. Сервис Lucid Chat. Условно-бесплатный сервис для создания блок схем. Там есть диаграммы, там есть блоки со стрелочками, с какими-то иконками, изображениями. Я вот про Гарри Поттера нарисовала небольшую блок схему. В целом это та же ментальная карта, только немножко иначе она выглядит. Она выглядит как картинка. Здесь меньше интерактива, здесь только картинки и текст. Оно больше напоминает схему. Вот такую схему можно распечатать, скачать себе на компьютер, разместить ее на сайте или в блоге и показывать различным образом. Что они умеют в этом сервисе? Инструменты для работы, они все вверху. Кнопочка плюс добавляет все, что угодно. В основном здесь нам, конечно, понадобятся картинки, имидж. Я как раз в красную рамку и вынесла. Можно свои грузить, можно взять из библиотеки сервиса. Здесь много интересных иконок и изображений. Бесплатно, к сожалению, только три проекта. Есть опция совместной работы, опять-таки. Можно приглашать других участников и можно комментировать работу. Чем-то похоже на ментальные карты. Правда, они заявили о себе как создатель блок схем. Но, по сути, мне кажется, это к ментальной карте близко. Здесь тексты и картинки используются. Абсолютно бесплатный инструмент, вот этот, Draw.io, это сервис, здесь еще Google. Поскольку сервисы Google чаще всего бесплатные, то вот этот инструмент бесплатный абсолютно. Он тоже на блок схемы заточен. Нужен Google аккаунт единственное для его работы. Все остальное регистрироваться нигде больше не надо. Находите свой Google аккаунт, подключаете это приложение к своему аккаунту и дальше можете создавать блок схемы, инфографики. Здесь есть несколько шаблонов для инфографики. Я один из них взяла как раз для примера. В основном здесь, конечно, разные блоки, схемы, стрелочки. Опять-таки, похожи на ментальную карту, но уже без интерактива. Просто картинки, схемы, но красивые можно дизайнерские оформления здесь выбирать. Большая библиотека изображений, стрелок, форм и многого-многого другого. Бесплатно абсолютно все. Единственный минус здесь английский язык, к сожалению, Google Draw. И он не переводится пока на русский, только через Google Переводчик. Шаблонов много, можно заменять. С правой стороны, например, я выбрала один шаблон. Мне тут же подсказывают, что можно его раскрасить в разные цвета. Вот такой, такой, такой. Остается только выбрать, какой вариант больше нравится. Хороший инструмент, простой, собственно, несложный. У него есть и опция совместной работы, как в Google Документе. Можно писать комментарии по ходу работы и совместно что-то редактировать. Главное – разослать ссылку всем участникам, и тогда можно будет работать вместе. Еще один инструмент для создания блок-схем, креативли он называется, создает диаграммы, блок-схемы разной степени срозности на основе картинок и текста. Так, здесь ссылка будет рабочая, вот это вот. 35 здесь разных шаблонов, есть простые диаграммы, есть посложнее. Вот я взяла готовый шаблон, блок-схем, сравнивать, начала Гарри Поттера и Властелина колец. Бесплатно можно, к сожалению, только 5 проектов создать. Здесь наполовину проект русифицирован, на нем стало проще работать. Есть библиотека элементов, но очень небольшая, блоки, стрелки, геометрические фигуры. Можно свои добавлять элементы, можно сохранить картинку, скачать, можно с помощью кода встраивать на страницу сайта и блога. Взяла сервис, потому что он русскоязычный. По сравнению с другим ИО, у него, конечно, возможностей меньше, но зато на русском языке. Тут уже приходится выбирать, что ближе – язык или возможности. Это что касается блок-схем. Ну, вдруг пригодится. Они очень хорошо смотрятся на выставках литературы, например, как учебные материалы, которые можно повесить на доску, распечатать, разместить в кабинете. Ну, по сути, учебные плакаты. Теперь немножко об анимации. Поговорим о анимации. Забыла ссылку? Ну, ладно, тогда придется рассказывать на пальцах, что называется. Сервис для создания диаграмм анимированных. Вот эти вот столбики, которые у меня на диаграмме, они вырастают. Такая анимация. Плавно вырастают. К сожалению, у меня ссылка потерялась. Не могу сейчас найти, уже искать не буду. Время ваше тратить в моих материалах. Смысл анимированной диаграммы. Амчатс, он называется этот сервис. Тоже этим летом я его приметила, решила освоить, посмотреть, как он работает. Вообще-то инструмент для профессиональных дизайнеров. Здесь все очень круто. Здесь можно такие диаграммы красивые рисовать, даже на основе шаблонов. Здесь их можно масштабировать, делать их, как будто бы они нарисованы от руки. Не только вот такие прямые столбики, как у меня. Можно рисованные сделать, изогнуть их как угодно. В общем, тут очень много настроек. Я попыталась более-менее в этом разобраться. Есть обучалка, есть пример к этой диаграмме. Смысл в чем? Открывается диаграмма, и эти столбики начинают расти. Пока они не вырастают до определенного количества и останавливаются. Вот в этом анимация. Здесь можно увеличивать, уменьшать, делать красивую подложку. Это все можно встроить на страницу сайта и блога. И если вы пишете какую-то статью, например, и иллюстрируете свою информацию диаграммами, то можно взять этот сервис, и чтобы диаграммы не просто были статичными, а чтобы они красиво выплывали и выезжали. Придаст какой-то динамик и заинтересует читателей. Здесь все можно на свой вкус и лад переделать. Много шаблонов бесплатно. Довольно много можно сделать. Ограничений никаких по количеству создаваемых работ. Вот этот сервис DataGifMaker позволяет создавать презентацию. К сожалению, вставлять нельзя. Только на сайт или в блог можно вставлять. DataGifMaker – это сервис, который позволяет создавать картинки в виде гифов. Те же самые диаграммы, но в виде гифовской картинки. Сейчас я попробую ссылку открыть. Проблемы какие-то со ссылками. Что-то копируется, что-то нет. Это здесь еще тоже Google. Google сделал этот сервис для создания таких графиков, диаграмм, только анимированных. В чем заключается… Ссылку вам отправлю со своего блога, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит на самом деле. Вот Белое и Баренцево море соревнуются между собой, кто больше по размерам. Это сделано в виде гиф-картинки. Они двигаются. Каждому морю свой цвет присвоен. И вот части этой диаграммы соревнуются, кто больше по своим размерам. Ну и дальше замирает. Картинка останавливается. Так можно бесконечно ее запускать, и она будет работать. Сделано это в виде обычного гифа. Делается все это в два клика буквально. Вам нужны статистические данные какие-то. Раньше можно было сделать только два параметра. То есть есть Баренцево море и Белое море. Вот два. Сейчас можно до четырех сюда вставить элементов, и они между собой будут соревноваться. Такие гиф-картинки тоже можно добавлять на сайт и в блог. Вот их можно скачать на компьютер, вставить внутрь презентации. Я думаю, они должны там тоже поработать. Ну, поскольку это гиф-анимация. Делается за пять минут, скачивается и сохраняется все бесплатно. И даже регистрироваться нигде не надо. Ну, такая мелочь. Вдруг пригодится в работе. Напоследок я самая сладенькая оставила. Называется этот сервис Flourish. Он этим летом произвел хурорт в Фейсбуке. Кто только этот сервис не эксплуатировал, как он только его не использовал. И все очень хотели обучающие материалы. Расскажите, расскажите, как делать вот такие вот диаграммы. Это анимированные диаграммы. Называется это гонка графиков. Если вы откроете любую ссылку, там одна как видео сделана, другая страничка с сайта. Там графики, они двигаются. Причем они постоянно двигаются. Там статистическая информация за несколько лет. И строчки меняются между собой. Одна становится больше, вторая меньше. Ну, в общем, лучше. Один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это шаблон называется гонка графиков. Bar Chart Race. Вот он с левой стороны как раз сейчас на скриншоте у меня на экране. Это он и есть. Загружаете информацию разнообразную. В данном случае здесь страны соревнуются между собой. Статистическую какую-то информацию собираете, загружаете, и все это работает. Сейчас я в нескольких словах попытаюсь рассказать, как это сделать. Кроме вот этой гонки графиков, это самый интересный, пожалуй, здесь шаблон, на мой взгляд. Хотя здесь много очень интересных анимаций. Здесь есть и карты, и анимация с картами. И какие-то интересности вообще с анимацией связаны. Есть обычные графики, диаграммы. Есть карточки. Например, можно создавать карточки про файлы известных личностей. Просто какие-то как флеш-карты перелистываются, просматриваются. Здесь их много. Вот я только на одну треть сейчас на скриншоте сделала. Там можно листать бесконечно. Все это бесплатное. И все это можно попробовать. Вот про гонку графиков писали много и много обучающих материалов. Я тоже нашла одну обучалку. Потом попробую, может быть, что-то получится из этого. Сейчас просто вот чисто теоретически расскажу. Ну вот поближе эта гонка графиков выглядит так. Превью – это предпросмотр, а дата – это как раз место, куда вставляется статистическая информация. А на выходе оно будет вот так выглядеть. Вы заполняете таблицу. Она здесь, конечно, выглядит максимально грандиозно, но здесь данные за десяток лет, поэтому она большая. А вообще-то можно загружать сюда свою информацию, например, в Google таблицу создать, либо Excel таблицу. Она принимает Excel очень хорошо. Это программа, этот сервис. Например, те же самые страны. Ну вот по образцу этому сделать свое, загрузить ее на компьютере, сделать сюда загрузить, и все, сервис ее примет. Вам остается только настроить цвет, там выбрать. Хотя это не обязательно, внутри шаблона уже все настроено. Настройки здесь очень подробные. Здесь и цвет можно, и скорость какой-то, эти графики между собой соревнуются. А выглядит вообще это здорово, максимально интересно. Ну такой для профессиональных дизайнеров, но почему бы не попробовать. Рейтинг не года, хорошая идея, кстати. Главное – собрать информацию. А как ее визуализировать, уже мы придумаем точно. Ну и все, а дальше гонки графиков начинаются после этого. Ну и в заключении буквально несколько слов. Самый простой вариант для создания визуализации – это создание облака слов. Облака слов. Что это такое? Ну это, например, вот самый простой пример – собрать книжки, собрать у книги ключевые слова. Представьте, в виде вот такой вот красивой картинки. Ну здесь понятно, я уже не буду вас допрашивать в конце рабочего дня, что я здесь попыталась изобразить. Остров сокровищ. Главные герои у меня здесь, правда, тут капитан смотрит, мне кажется, не очень грамотно написано. Ну ладно. И в виде острова сделано, да. Задание такое для детей. Я это показывала на картинке или распечатанном в виде детям. Предлагала угадать книгу, например. Либо это как на выставку можно повесить. В Ворде? Ну можно попробовать, наверное, нарисовать. В Ворде тоже можно, чего бы нет. А вот еще вариантик тоже распечатать и дать задание детям. Собери стихотворение. На выставке задание можно такое представить. Здесь стихотворение Пушкина зашифровано, довольно известно. Что еще? Какие игры можно с облаками слов? Ну вот, пожалуйста, назови автора. Такой вариант есть. Или найди лишнее. Все это печатается, скачивается, делается на выставке, либо детям задания какие-то даются. Да, Настаевский точно. Как это все сделано? Сервисов для создания облаков слов раньше было много. А сейчас самый известный – это WordArt. Но он, наверное, и самый лучший среди этих остальных. Как это все работает? Вам главное – собрать здесь ключевые слова. Вот мы книгу зашифровали, облачный полк, например. Делали в виде красной звезды, потому что книга соответствующего содержания. Имена главных героев вынесли списком. Причем в этом облаке слов можно самых главных персонажей, самые главные слова сделать побольше размерами. Вот второй столбик как раз – это размер. Вот цифрой 3 мы обозначили самого главного героя, Саныч, его зовут. Вот он самый большой в этом облаке и появился. Остальные персонажи менее значимы – двойка, ну а совсем второстепенный герой – единичка. Далее. Это облако еще может быть интерактивным. Сейчас я вам ссылочку отправлю на интерактивное облако. К каждому слову в этом облаке вы можете прикрепить гиперссылку. И у вас получится такое облако с веб-ресурсами. Вот это гиперссылка, гиперссылки на интерактивные сервисы для создания видео. На каждое слово можно нажимать, и открывается должен сервис для создания интерактивного видео. И это облако можно на сайте и в блоге публиковать. И участники будут не только его рассматривать, читать, но и нажимать. Открывать какие-то доп. ресурсы дополнительно. Что еще здесь можно настроить? Форму любую, не только звездочку, цветочек, сердечко, все что угодно, в зависимости от того, какая у вас задача. Шрифт настраивается, подложка какого цвета, может быть. Вообще стилевое оформление, как это может выглядеть. Здесь все очень быстро перекрашивается, переделывается. Буквально за несколько минут, 5-10 минут у вас уже облако слов готово. Как можно использовать, я уже немножко рассказала вам, может быть, какие-то свои идеи придумаете. Можно публиковать в группе, устраивать какие-то в социальных сетях, угадайки с этими облаками слов. Есть код, строить можно на сайте в блог, а еще можно скачать как картинку. Как вам удобнее? Если у вас интерактивное облако, то лучше кодом. А если у вас обычное, просто, то как картинку скачать. Здесь есть и хорошее качество для скачиваемой, и поменьше для социальных сетей. Там уже определяйтесь, как вам лучше. Ну и последнее на сегодня развлечение. Сервис AnswerGarden. Уже к концу рабочего дня язык плохо слушается английского языка. Это сервис тоже для визуализации, но немножко иначе работает, но другая задача. Если вы по ссылке пройдете, это вообще опросник. На основе опроса можно создавать облака слов. Например, опрашивайте своих читателей. Я вот шестиклассников опрашивала. Назовите свою любимую литературную героиню. Вы, кстати, можете поучаствовать. Там очень просто все. По ссылочке нажимаете, есть окошечко. Туда просто вносите своего персонажа любимого, нажимаете «Submit». И он тут же в облаке слов появляется. Чем больше раз упоминается этот герой, тем будет больше размер шрифта в названии этого героя. Вот у них самая любимая, видимо, «Золушка», поэтому она очень большая. Да, можно устроивать книгу года. Но видите, там книга года не очень хороша, потому что там много букв может быть в названии книги. Здесь до 40 символов, к сожалению, только в ответе может быть. Хотя вот «Золотая рыбка», например, поместилась нормально. А вообще это можно для любых опросов проводить. Да, любимый герой, любимый персонаж, может быть, книга, автор любимый, опять-таки. Вот опрос «Любимый писатель». В общем, тут идей может быть много, а то читателей вообще ничего не надо, даже регистрироваться не надо. Просто дайте им ссылку, и они сделают все остальное за вас, а вам остается только. Если вы курсорчик наведете, вы увидите рядом с каждым именем, сколько раз оно упоминалось. Вот для статистики. Вот такое тоже развлечение есть. Все это очень просто делается. Сами вы можете за 5 минут такой опрос сделать, заходите на сайт. Главное – получить ссылку на этот опрос и код для него, чтобы его редактировать как администратор. Ну и все. А дальше рассылайте, распространяйте. И проводите такие интерактивные опросы в виде облакослов. Ну, пожалуй, все на сегодня. Заканчиваю уже, подводя итоги. Как же все-таки использовать инфографику? Я думаю, сегодня в процессе рассказа у вас какие-то идеи, надеюсь, возникли. Я к этому стремилась, чтобы идеи у вас возникли. Можно и новую информацию представлять. И творческие работы с детьми делать. Проекты исследования. Последования, резюме, кто-то говорил про портфолио, инструкции создавать. Да и в социальных сетях инфографика сейчас очень востребованный вид работы. Посмотреть так очень много всего. Ну вот еще напоследок небольшая статья. Чтобы ее не пересказать, просто отправлю вам ссылку. 12 способов, как использовать инфографику. Так что, если будет время, почитайте, познакомьтесь. Я надеюсь, информация была вам полезной, хотя немножко запиналась. Но я надеюсь, и ссылки не все открылись. Но я надеюсь, что интересного много сегодня нашли для себя. Это последний слайд справочный, где брать картинки для инфографики. Если вы захотите себя попробовать в этом деле, то есть несколько ресурсов, где можно скачивать картинки бесплатно и их использовать в своих работах. Это, кстати, хороший вариант для презентации тоже. Не обязательно инфографики делать. Ну а следующая наша встреча состоится через пару недель, получается. 19 октября про виртуальные выставки буду рассказывать. Спасибо вам большое за внимание. Приглашаю на свой курс. 26 октября он стартует, третий раз запускается. Если вы хотите быстро освоить несколько интересных сервисов и хотите много всего, сразу за минимальный промежуток времени освоить максимальное количество инструментов, то это тот самый вариант, когда стоит прийти на курс. Так что буду рада, если кто-то из вас придет на курс, но и на вебинары, конечно. Если вопросов нет, спасибо большое за добрые слова. Была рада всех видеть сегодня. И постоянных слушателей, и тех, кто первый раз пришел. Спасибо. Спасибо.